всем привет сегодня чтобы разнообразить обзоры мы по просьбам подписчиков покажем возможности компьютера в компактном корпусе компактном и при этом красивом корпус не из дешевых и при сборке необходимо учитывать совместимость комплектующих не только на уровне бумаги о чем мы например изначально для охлаждения процессора курай 7 8 700 был установлен медный кулер от залман с 80 миллиметровым вентилятором и все бы хорошо если бы не одно но при включении gta 5 кулер выходил зато на такое количество оборотов что тестировать дали что-либо было уже не целесообразно ибо не комфортно в плане шума связи с чем мы потеряли некоторое количество времени чтобы подобрать сюда замену и мы ее нашли в виде охлаждения тайги кулинг со 120 миллиметровым вентилятором высокие кулера здесь просто не установить иначе они просто будут упираться в блок питания который к слову здесь тоже обязан быть формата sfx маленький в нашем случае еще и модульный что безусловно тоже отобразилось в цене на сайте но учитывая нынешние цены на видеокарты gtx 1060 по сути дорогоизну корпуса и блока питания мы компенсировали тем что видеокарту взяли из запасов по адекватным ценам в итоге мы получили отличный компьютер который может использоваться и для стрима в том числе так как 12 поточного процессора мы уверенно хватит надолго тем более в паре с ssd накопителем и 16 гигабайт оперативной памяти ddr4 корпус можно считать открытым места где может попадать во внутрь пыль установлены фильтры фронтальный кулер с подсветкой кстати шел по умолчанию также при подборе комплектующих надо держать во внимание тот факт что корпус не поддерживает полноразмерные материнские платы формата tx в общем и целом это и мощный и красивый и компактный компьютер одновременно да можно было бы собрать что-то мощнее использую простейший корпус и классический блок питания но эта сборка не про это а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...